всем привет меня зовут илья и на этом канале я пытаюсь играть на бас-гитаре но сегодня у нас необычное видео те люди которые часто смотрят мой канал плотно наблюдают за моим контентом знают что у меня в основном какие-то теория как сыграть то как сыграть это ноты гаммы рифы табулатуры в общем музыкальная глубоко музыкальные вещи но сегодня будет исключение сегодня мы поговорим о гитарах о технической стороне я расскажу вам о том на каких гитарах играю более подробно глубоко технические моменты к тому же объясню почему именно я выбрал эти гитары и вообще освещу свой взгляд на проблему выбора бас-гитар для музыканта на сегодняшний день а сегодня 9 апреля 2019 года у меня в арсенале имеется 2 бас-гитары кто-то скажет мало надо больше 5-10 но я пришел к выводу на личном опыте основанному что две гитары то минимум и для меня этот и для меня этот минимум устраиваемый устраиваем минимум то есть я никогда не был каким-то там коллекционером не любитель никогда не любил говорить много о гитарах о примочках всегда мне было интереснее играть музыку интереснее звучать и все нежели говорить об этом поэтому и на моем канале соответственно это и есть отражение моего внутреннего понимания музыки и вообще гитары прочее то есть у меня контент касательно техники гитары-примочек довольно и этого контента мало но несмотря на то что я сказал до этого выбор бас-гитары особенно для новичков это очень ответственный момент очень важный потому что того какая у вас гитара от того какая у нее конфигурация во многом будет зависеть ваши отношения к музыке к вселенной вообще как вы будете играть против вас thunderbird как у нибудь то соответственно у вас будет отношение такого повесить и гитару ниже пояса и будет вмешивать какую-нибудь панкую а если у вас Какая-нибудь Fadera, то навряд ли вы будете ее вешать Ниже пояса, это очевидно Естественно, это никакая не реклама, так как Тем компаниям, о которых я сегодня буду говорить Моя реклама нужна как, я не знаю Автомобилю BMW, например, или группе Металлика, как третья нога Свой сегодняшний рассказ я начну со своей последней гитары Гитары фирмы Vashburn Кто в курсе, тот в курсе Vashburn Taurus V Это довольно редкая гитара Купить ее в СНГ Сейчас вообще новую Не знаю, невозможно, я ее не смог найти В чем фишка? В чем фишка? Я ее приобрел, так как мне нужен был позарез Пятиструнный 24 ладовый инструмент Для игры Fusion, Jazz Потому что фандеровских ладов мне не хватало Уже категорически Первое, что бросается в глаза, смотря на этот инструмент Это дизайн Я бы поставил, наверное, 10 из 10 Реально видно, что в компании заморочились И уделили этому времени И как будто бы хотели сделать недорогой и доступный инструмент Но при этом заявкой внешнего вида Заявкой внешнего вида именно на премиум класс То есть такое чувство, как будто ты держишь в руках Реально за 100 плюс 1000 инструментов Здесь сквозной гриф Это значит, что у нас один кусок доски Сквозь весь корпус проходит Гриф цельный От сих до сих И два куска дерева наклеено Такой крепеж грифа является технологически самым дорогим То есть гитары обычно дороже стоят с таким грифом Это делает, улучшает сустейн звуки Но при этом жертвуется атака То есть само время, когда вы извлекаете звук Само время, когда мы выстреливаем эту ноту Не будет таким ярким, например, как на фендере То есть это делает звук сбалансированный Мы немножко теряем в атаке Но при этом у нас сустейн хвоста длиннее Корпус Корпус здесь из махагони, красного дерева Так же, как и гриф сквозной Это нам дает понять, что гитара похожа по конструкции стандербердом Сквозной гриф, махагон Что нам дает махагон в корпусе? Во-первых, это немножко смягченные верха Гитара не так будет супер звенеть Будут немножко сглажены эти верха Но при этом звук немножко гнусавый Немножко компрессированный Но при этом богатый на низа Для того, чтобы компенсировать те самые смягченные верха Которые дает махагон Но при этом не потерять и глубокого хорошего низа Здесь есть кленовые вставки Такие вот Клен это частенько используется Для того, чтобы сделать звук ярким Например, в гипсонах бывают кленовые топы Для того, чтобы придать верхам сочности Последнее, что я расскажу об этой гитаре Это электроника В последнее время, на сегодняшний день Я сделал выбор в пользу пассива Объясню почему Я не буду говорить сейчас там Пассив лучше, актив хуже или наоборот Просто обосную на основе своего личного опыта Во-первых, гитары Бас-гитары с нормальным преампом С нормальной активной электроникой Стоят не меньше 100 тысяч А нормальные гитары Типа Кент Смит Майонас Фадера Вы сами понимаете, сколько они стоят Я просто, как нищий музыкант Не могу себе позволить такой гитаре Поэтому я на сегодняшний день Сделал выбор в пользу пассива Вторая причина, почему я выбрал пассив Кроется в моих внутренних личных заморочках Кому-то они покажутся бредовыми, глупыми, неправильными Но это мои заморочки Поэтому извините Мне кажется, что бас-гитара Это все-таки не гитара без двух струн А ближе к контрабасу И корни у нее именно контрабасовые И в свое время я уделил много внимания На изучение вообще партии контрабаса Я играл на басу соло Которые изначально контрабасовыми были У меня отношение вообще к бас-гитаре Как к контрабасу, только с ладами И бас должен так и звучать Контрабасисту, ему уже не нужны преампы Он врубился и всегда звучит И у меня примерно такое же отношение К инструменту и к звуку баса Он должен быть настоящим Должен быть без всяких там преампов, бустеров И прочих ненужных, на мой взгляд, вещей Далее, собственно, то, почему я выбрал эту гитару Это не фирма Вашборн Это не махагонные корпусы Не сквозной гриф Это все, на самом деле, второстепенный характер имеет Для меня было более важно Это наличие 24 ладов и 5 струны В 2019 году это супер важный параметр Да и вообще для меня кажется Мне лично кажется, что это логично 24 лады, это правильно Это правильнее, чем 20 фандеровых И 5 струна, естественно, для современной поп-музыки Это супер важный мастхэв Важность 24 ладов заключается не в том, что вы сразу все должны Свои совы строить дальше 20-го Играть обязательно сольфка Везде, где не надо вставлять А в том, что это просто симметрично Это логично И позволяет быстрее выучить гриф Позволяет удобнее транспонировать сверху вниз, снизу вверх Ну и вообще это более удобно То, что я сейчас держу в руках Это самая копируемая форма И одна из самых популярных бас-гитар в мире И неспроста На мой взгляд, это просто высочайшая точка дизайна Инжиниринга Только представьте себе Джазбас будет смотреться идеально И на сцене, где будет Алла Борисовна выступать И на сцене, где будет играть группа Slim Knot Идеально То есть, как это можно придумать? Просто уму непостижимо Звук Fender Jazz Bass Это эталон для, наверное, всех гитарных компаний этого мира Все пытаются приблизиться, получить хотя бы чуть-чуть примерно похожий звук Но мало у кого это удается На этом инструменте я играю уже давно Лет 6 Купил я его в 2013 году Инструмент выпущен в 2012 На первый взгляд, это обычный Jazz Bass Если посмотреть вот так Но здесь есть кое-какие интересности Кое-какие нестандартные решения И об этом чуть позже Начнем сначала Первое, это болтовый гриф Фирма Fender Это как бы физичная карточка Собственно, почти все гитары фирмы Fender Кроме каких-то, может быть, кастом-шоповых Они делают это с болченым грифом И во многом болченый гриф определяет этот характер фандерового звука Такой стреляющий С крутой атакой Болченый гриф считается самым дешевым вариантом Вариантом крепежа грифа Но это на вкус и цвет, как говорится Кому как нравится И в данном случае болт делает звук ярким Делает атаку мощным Но при этом вы теряете в сустене немного В отличие от того же сквозного грифа Который немножко балансирует эти параметры Корпус Корпус здесь из ольхи Ольха это тоже такой дефолтный вариант для фандеров Это такое среднее дерево Которое звучит в любом стиле Но говорят, что больше он для рока Больше для попсы подходит Реже там, например, для джаза какого-то Ну не знаю, это опять же Довольно все субъективное мнение Ольха это такой стандарт Который дает вот этот фандеровский окрас Также у нас стандартный кленовый гриф Накладка палисандр Все как вы любите Палисандр понятно Потому что это жесткое дерево, твердое И для накладки оно очень хорошо подходит Далее у нас особенности этого инструмента Если повернуть его задом То мы увидим здесь Нестандартное, нетипичное для фандера решение Это струна сквозь корпус Обычно это делается на делюкс моделях Каких-то более дорогих На стандартах такого никогда в жизни не было Но в 2012 году фирма Fender изощрилась И на мой взгляд довольно удачно Потому что струны сквозь корпус Они хорошо дополняют болченый гриф В плане компенсации сустейна Добавляют этот сустейн Которого не хватает иногда Если у нас струны на бридже держатся непосредственно И поэтому это довольно удачное решение Первая особенность Компенсация болтового грифа в плане сустейна Это круто Далее датчики Здесь датчики стоят необычные В 2012 году Компания Fender видимо Для того чтобы выдерживать конкуренцию С гитарами такого же ценового диапазона Которые уже ставили там Бортолини датчики какие-то Тоже сквозные грифы и прочее Для того чтобы выдерживать эту конкуренцию А джазбас вообще не дешевая гитара Она тогда стоила Когда я ее покупал в районе 60 Сейчас уже больше 100 И соответственно Чтобы эту конкуренцию как-то держать Чтобы совсем не провалиться Пришлось модифицировать инструменты И они начали в 2012 году Это была серия джазбасов В которых стоят кастом шоп датчики И здесь стоят именно кастомовые датчики Очень крутые Мне они нравятся Очень динамичные Очень передают Отзывчивые Передают вот эти все обертона Ничего не теряют Классные датчики Далее Стандартная тут распайка Тон один Который опять же можно выкинуть Я им не пользуюсь И две главные крутилки Громкость NECO И громкость BRIDGE Точно наоборот Да нет Правильно все Громкость NECO И громкость BRIDGE Соответственно Опять же Почему это гениально Почему Fender Jazz Bass гениальный Потому что здесь Видите расположение У меня была гитара Ibanez SR900 Где ручки две Расположены прям под датчиком И получается так Что я не могу вообще играть Например MUTON MUTON Просто было невозможно играть И здесь Fender просто гениально Сделано как обычно Гениально Инжиниринг гениальный Датчики Косо расположены Тем самым я могу Спокойно У меня развязаны руки В плане техники Я могу перейти на MUTON Обычную технику С лэпом То есть все очень удобно Это круто Почему я остановился Именно на Fender В качестве своей Одной из основных гитар Довольно прагматичные причины Объясню Это может быть полезно кому-то Fender это отличный выбор Для тех Кто не хочет Много заморачиваться Тратить время На поиск инструмента На какие-то эксперименты Поиска звука Датчиков Купил-продал Продал-купил Вот это Кому просто это не интересно Ему хочется Купил И все Вышел на сцену И играешь У тебя есть звук Который проверен годами И Fender В этом плане Может сэкономить вам время Потому что вы Купя этот инструмент Например Вы уже знаете Сто процентов Куда бы вы ни воткнулись Куда бы вы ни пришли У вас будет с собой Всегда Тело Fender Звук характерный Характер звука Именно джаз-баса Вы всегда знаете Он узнаваемый Все его миллион раз слышали И это всегда Работать будет Это всегда будет работать В отличие от каких-то Непонятных сомнительных гитар Непонятных фирм Там и прочего То есть В этом плане Это очень круто На данный момент Это две мои основные гитары С ними я делал Все свои записи Для канала И не для канала И так получилось Что сейчас Я остановился на них Но это не значит Что через какое-то время Я не захочу попробовать Еще что-то Не захочу поменять их Не стоит загадывать Тем более говорить никогда А на сегодня это все И в заключение Хочу сказать Что конечно Гитара Это не самое главное Что есть у музыканта В первую очередь Важнее это голова То что в голове То что То что ты играешь Как ты играешь Отношения вообще ко всему А гитара Это всего лишь Инструмент Средство Передач Спасибо что смотрели Подписывайтесь Всем любви Доброты Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok